так прямой эфир друзья если нету звук напишите если есть тоже допишите так прямой эфир перед вами константин буровой российских политиков эмиграции сегодня 5 марта годовщина смерти сталина пятьдесят третьем это пятьдесят и двадцать семьдесят один год назад иосиф сталин дал дубом вот такой не о кстати говоря у нас с вами трагедия меня заблокировали фейсбуке и в инстаграме причем в этот раз я создал резервный аккаунт фейсбуке заблокировали и основной резерв вот так такая трагедия совершенно вот но в приложении я уже разместил к этому видео есть x twitter есть телеграм есть что там еще но еще все есть трус социальная сеть трампа вот все есть к сожалению теперь никто некоторое время нельзя писать будет не в фейсбуке ну жалко что ж но не трагедия так у нас сегодня час мы работаем завтра послезавтра я запишу ответы на вопросы на которые не успею ответить сегодня поэтому пожалуйста активно пишите ваши вопросы я очень люблю белорусский язык но вы занимаетесь просвидетельской работой вы рассказываете о беларуси об истории на белорусском языке ну это значит что люди которые читают вас они либо должны воспользоваться переводчиком либо знать язык ну пишите по русски пожалуйста нам с вами мы заинтересованы в том чтобы информация которую вы даете было понятно известно здесь соединенных штатах в россии ну не пытайтесь ограничить свою аудиторию зачем значит но еще раз скажу мне приятно я люблю белорусский язык люблю его звучание так галина пожалуйста расскажите о станиславе белковском нравится слушать его канал на youtube он сотрудничает с венедиктовым был главным политконсультантом штаба ксении собчак смотрите галина а а станислав белковский александр невзоров ну еще несколько человек они делают из политических событий политическая экспертиза они делают художественные произведения мне тоже нравится слушать белковского но ожидать от него политической позиции нельзя потому что он не политик политика отличается от человека там из любой другой области деятельности тем что он заранее формулирует свои цели программу вот мудный навальный он поэтому и не политик что мы не знаем на самом деле какие у него цели в политике хотя вот себя называют политик я несколько раз встречался с михалом михаловичем жуанецкий я очень люблю ну как все мы естественно на то что он писал это ну очень острову такая тонкая сатира вот но он сотрудничал с властью с коммунистами с ельциным с путиным вот и требовать от него высоко нравственной политической позиции но нельзя снесло белковский должен жить зарабатывать деньги он в россии он не хочет эмигрировать видимо по принципиальным соображениям просто потому что он не хочет эмигрировать требовать от него чтобы он плевал на венедиктова там игнорировал ксению собчак который платит деньги очень хорошие деньги видимо не знаю какие но видим и хорош но это неправильно читать стихи он прекрасно знает украинский язык хотел получить паспорт очень имен талантлив конечно очень интересно слушать его я слушаю когда есть время когда есть время для развлечений я слушаю его ждать от него точной политической экспертизы нельзя но он даже даже не эксперт понимаете вот это стёп это очень смешно очень интересно но это не экспертизы в полной мере назвать нельзя так что известно о саакашвили в ком он состоянии созрел ли грузинский народ и их молодежь для дальнейших демократических преобразований мне кажется грузинский народ созрел но сегодня он находится ну в рабстве я думаю что если бы в грузии были бы свободный выбор давно бы эту грузинскую мечту послали бы к черту это мне кажется удержание власти ну таким путинским путем они ставленники путина они рассчитывают на пропаганду на фальсификации этого тот случай когда приходит власти авторитарная группа и уходить от власти не хочет подкупают подкупают избирателей разрушают грузию это катастрофа михаил саакашвили рассчитывал когда возвращался в грузию на то что поднимется такая волна протестов когда его арестуют пасают тюрьму ну не получилось так бывает в пропагандистской кампании где чекисты ну и эванишвили его группа очень сильны они оказались сильнее здравомысля и грузинский народ поддался на их уговор так что к сожалению ситуация вот такая так ну мы с вами должны бороться за михаил саакашвили бороться с этим авторитарным режимом по классификации любанского саакашвили допускала ошибки что не представляет страну без глубокого вмешательства государства экономика дела общей что недопустимо татьяна глушку очень хитро сформулированный вопрос допускала ошибки ну не знаю в нашем регионе я не хочу комментировать сергея любарского марка салонина и группу которые их поддерживают это замечательные люди вот но это замечательные люди без но . так татьяна глушкова нашем регионе как обычно для привлечения людей на выборы президента организуют викторин миллион призов для тех кто придет на выборы разыгрывается квартира автомашины народ клюет конечно клюет что такое сходить на выборы проголосовать для большинства это не принципиальный вопрос та или иная власть коммунисты демократы ох кстати у нас же были вопросы которые исчезли давайте-ка мы их сейчас как обычно появились вопросы потом исчезли в ленте это ютюба а и заранее заданы так стас певзнер константин натанович вы несколько раз упоминали самолет качинского в чем была причина его устранения ну это надо у путина спросить им не нравилась эта власть в польше они считали что следующая группа будет более приемлемой для них ну и понимаете как вот эти преступники уголовники они удовольствие получают от своих действий ну что такое одна ракета и самолет там с людьми других политических глядов уничтожен причем эта ошибка была конечно катастрофическая все руководство страны в одном самолете ну хоть кто-то поехал бы там на автобусе нет все вместе это уголовники понимаете чекисты ну вот как они формировались из деклассированных элементов там ВЧК ОГПУ ну вот так они и остались уголовники второй вопрос допускаете ли вы что Трамп не полностью независимый насколько закулисные элиты и глубинное государство имеет вес глубинное государство имеет вес ну тут понимаете два смысла в понятии глубинное государство это ну во первых традиционные элиты которые никуда не денутся они существуют взаимодействуют там на уровне межпартийном и совершенно коррумпированные чиновники которых там демократическая партия принуждает совершать преступления это ну разные так сказать группы зам директора ФБР в кабинете которого при действующем президенте Трампе планируются акции против президента Трампа там я знаю какое оправдание существует у них в этом случае что я служу не президенту говорит он я служу американскому народу на самом деле это просто коррупированный чиновник и элиты элиты которые не хотят конфронтации которые являются сторонниками конвенционального поведения то есть договоренностей спокойных вот и представители вот этой конвенциональной элиты они есть и среди демократов и среди республиканцев вот и они не любят когда вот многие республиканцы представители этой самой конвенциональной элиты не любили Трампа не любят Трампа понимаете в условиях когда он пытается остановить ну просто катастрофическое развитие Соединенных Штатов ну вот это все таки два так Константин Натанович ваше мнение о грозе и расследовании значит смотрите он создал очень интересный инструмент исследовательский он честный исследователь вот но вот эти перемещения телефонных номеров между вышками сотовыми вот оно позволяет отслеживать телефон очень интересным и телефоны связанные с сотрудниками спецслужб вот понимаете из того что за Навальным следовали сотрудники спецслужб не следует что они с ним боролись это могла быть охрана в одном из роликов Навальный вот там же где-то в Омске Томске Новосибирске он говорит о том что местные как он их называет не мафии а мафиозные кланы ну вот строительная мафия да местные строительные мафии следят за ним и он намекает на то что у него есть охрана понимаете и из того что эти люди следовали за ним не следует что они с ним боролись может быть это была охрана тем более что понимаете Навальный вступил в очень сложные конфликтные отношения с местными элитами в этих городах он пытался их обвинить делал ролики о том что они мафия и делал эти ролики в интересах московских чекистов которые тоже мафия и которые борются за местные бюджеты понимаете вот эта борьба за местные бюджеты это вопрос принципиальный это вопрос не допустить роста усиления региональных элит и он поехал с акции в общем такой ну пропагандистской ну и они его траванули не Путин Путин безусловно в курсе всего того что происходит там с Навальным вот но бороться со своим агентом который помогает стравливать вот эти группы вокруг него вокруг Путина ну вряд ли так что Грозев очень честный исследователь но знаете чтобы быть до конца честным нельзя ставить в своих исследовательских работах такие предположения делать их фактами ну вот он считает считал что Навального на Навального там покушаются вот эти чекисты может как раз понимаете на него не покушались а охраняли эти чекисты а покушались те с кем эти московские чекисты боятся ну возникает предположение я читал об этом и здесь вот тоже об этом написано что Грозев как-то сотрудничает с российскими спецслужбами я не думаю я думаю он честный следователь но он попал в некоторую ну зависимость что ли он снялся в этом фильме где они якобы проводили эксперимент там вот с этим звонком значит позвонили сотруднику спецслужбы и сказали что это ваше начальство там отчитайтесь ну и сотрудник спецслужбы прожженный такой знаете разведчик отдает честь и начинает отчитываться ну это смешно предполагать что такое возможно ну Гройцев попал в некоторую зависимость от этих людей неприятно но не катастрофа со временем разберется или не разберется почему для вас проблема наступления РФ и обороны ВСУ так ярко характеризуется людскими ресурсами потому что в России несколько раз больше Украины и ресурсов больше ну что ж сделаешь нет ли возможности истощения смыслового СВУ путем превращения освобожденных территорий в чемодан без ручки это очень хитро Игорь а это вопрос Игорь просто вопрос третий без возможности доставки провизии вооружения удержания фронта и территории даже глубоко в тылу постоянно подвергаются точному поражению становится все геморройным ну да можно партизанскую войну организовывать что ж говорить Пригожин хитро перевел стрелки на министерство обороны где снаряды есть снаряды в тылу на складах возможности ВСУ растут с поставками возможности уменьшаются с потоплениями избитыми Игорь меня очень волнует вот это продолжение героической пропагандистской кампании о том что Украина побеждает в этой войне но это не так это отход от реальности она проигрывает эту войну это там очень жаль но ну надо смотреть реальностью в глаза понимаете вот то что начал очень правильно Арестович поддерживать народ мы отбили от Киева там от Харькова мы побеждаем мы сильны за нами там весь запад это все очень хорошо но когда ситуация меняется и за нами уже не весь запад а предатель Джо Байден и нет подставок оружия и в общем зводочек алё 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 здрасьте да я вас слышу что говорите да спасибо вы знаете я не смотрю но теперь после вашей рекомендации обязательно посмотрю очень много информации понимаете как на самом деле в благосфере так много информации что это просто ну какая то это отдельная работа отслеживать ее вот так что я обязательно посмотрю спасибо неаполитану да спасибо вот джач неаполитану новый канал или не новый не знаю нам рекомендовали о кстати говоря тут было несколько вопросов давайте-ка мы их тоже осветим так так пытался вам дозвониться да ну да иногда не получается дозвониться так а вот это вопросы из от САПа так Константин Натанович кто задает Андрей Поликарпов сделать большое дело попросить в позиции по Навальному вы абсолютно правы даже Иларионов в свое время у него говорил подобные вещи но чтобы собрать целостную картину необходимо посмотреть сотни часов ваших роликов так как информация везде дозирована в связи с нынешней остротой этой темы необходимостью аргументации оппонента можете сделать обобщающий ролик вот и до кто сливал протесты как свободно ходила от него информация зоны кому и как не мог попасть как ФБК боролся с корруппированными производителями оружия очень не хватает сейчас структурированной информации об этом дорогой андрей андрей значит тема ушла уже ну собирайте эту информацию ну понимаете вы предлагаете мне заняться работой которая потребует там привлечение помощников несколько дней работы зачем продвигать продвигать таким образом Навального я даю ну такой самый такой результат результирующий вывод вот я считаю что этого достаточно если вам нужны детали ну действительно смотрите отдельные ролики алекс тоже из россии смотрите интересно вот уже несколько лет фактически являетесь оппозиционером действующей власти сша влияет ли это на вашу частную жизнь терпите ли вы какие-то неудобства алекс а когда опубликовали я опубликовал в двадцатом году свою книгу россии против сша первая реакция нескольких журналистов была это был пик кампании антитрамповской первой реакцией была это сенсация давайте делайте интервью ну вы конечно против трампа я говорил да нет я не против трампа можно было схитрить сказать что у меня нет позиции но я политик понимаете я не имею права хитрить я говорил что у меня вот такая позиция так из германии вы сбрасываете звонки или это технически я не сбрасываю звонки из германии почему-то звонки не проходят так Сергей Денисов написал вопрос а потом его убрал с украины я юрген я очень благодарен вам за вашу деятельность не могли бы вы записать роли в котором обсудите ситуацию в украинском обществе ситуацию заложеном и желание офиса зеленского воевать до тридцатого года если потребуется ну я юргену кстати говоря оказывается ответил я много раз уже писал об этом и говорил вот так что кстати друзья можно видите можно писать ой можно писать на ватсап там есть мой телефон так Игорь пятый вопрос режим КНДР при нестрове вполне устроят элиты РФ но от идеи СССР они вполне могут отказаться не знаю что вы имеете ввиду применение ядерное оружие своим детям внукам в Нидерландах Игорь понимаете ядерное оружие это политическое оружие его не обязательно применять угроза как говорят шахматисты сильнее нападения им можно пугать и это делал Хрущев в свое время вот Карибский кризис модель ведь очень проста как это технически происходит знаете я смотрел в девяностом году был создан девяносто первым Василий Григорьев Базиль Григорьев сделал он назывался Красный Октябрь вот выходит подводная лодка ядерная куда-нибудь в Атлантический океан недалеко от побережья в нейтральных водах всплывает и открывает люки с этими с ядерными ракетами ну и тут же там ответная реакция в боевое положение приходят там все американские средства там защиты нападения вот и тут же возникает ситуация когда общество начинает требовать от власти действия успокоения чаще всего вот и это неприятный момент но это и есть война война психологическая так что-то пришло давайте посмотрим с Украины приветствую приветствую лучшего аналитика Влад 56 спасибо Влад с Украины видите как мы в Украине пользуемся популярностью нас любят это хорошо мне это очень приятно потому что я говорю иногда не совсем приятные вещи для украинцев вот последний раз когда я начал наставить на срочном заключении соглашение с Путиным чтобы предотвратить ну какие-то очень опасные возможные тенденции я назвал это капитуляцией специально чтобы все услышали вот вот и реакция была мягко говоря недружественная ну средняя многие поняли о чем я говорю так хорошая тема враги значит вас объявили врагом там кто там понимаете это хорошие люди вот вы их перечисляете опять вы себе представляете я не могу их считать врагами они милые там они меня в чем-то обвиняют у меня враги там Крючков Легачев там я не знаю люди с которыми я общался Путин вот вот и считать своими врагами Жириновский кстати говоря там посол вот Александр Вержбоу который когда я был главным редактором журнала Америка вот он со мной боролся там открыто фактически из-за него мне пришлось закрыть журнал представитель демократической партии считать своими врагами милых американцев которые со мной спорят я не могу просто ну не тот размер понимаете а ну да вот говорят трудно первому там произнести какую-то вам удавалось довольно часто это по поводу моего ролика где я перечисляю случай когда я произносил вещи первым которые считались ну совершенно абсурдными ну вот Путин взрывает дома ну как как такое можно предположить вот и тут же такой правда вакуум вокруг меня новодворской ближайшие друзья там подонок подлец предатель продался тогда не КГБ тогда этому Примакову продался Примакову борешься и Лужкову да борешься с нашим Путин я с этими Примаковым и Лужковым боролся там за годы до того как они начали проявляться вот в этой избирательной кампании обвинять меня в том что и тут же там появляется это расследование НТВ по поводу рязанского сахара там журналист Николаев проводит и нормально так вопрос из России какую Украину вы собрались спасать вы в курсе что в Украине подавляющее большинство это бюджетники люди выбирали государство доказалось что леватская страна 73 процента выборщих недалекого Зеленского это вы пропагандой занимаетесь не надо так собираетесь ли вы вернуться в Россию вы знаете мне кажется мы это там обсуждали я обсуждал это со специалистами в России мне кажется они меня могут убить прямо в аэропорту понимаете худо бедно все таки это инфраструктура двух политических партий партия экономической свободы и партия западный выбор их это волнует в свое время там всю структуру партии экономической свободы я передал Союзу этому Парнасу Боре Немцову сказал пользуйся там новая партия зарегистрированная нас там лишили регистрации вот слов благодарности я никогда по этому поводу не слышал но так да пожалуйста звоните задавайте вопрос а по поводу вашего вопроса сейчас это вы по поводу левацких настроений в Украине ну вы правы да левое настроение они ненавидят Трампа вы абсолютно правы ну что ж такая страна во многом эту ситуацию в Украине создал Путин и бизнес там в полной мере не развивается именно потому что Путин создал несколько звонков не прошло друзья вы бы услышали эти звонки но они не прошли так сорок минут уже так давайте я вернусь назад назад о здесь уже много вопросов так два дня назад в салоне алё 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 это из России звонок не не прошёл так два дня назад в салоне на канале Любарского чтобы вытащить друга Любарского из неприятного положения с его видео даже Навальному смешное видео действительно ничего сказал что польский валенца тоже был агентом КГБ я упала друзья я не комментирую этих замечательных людей Марка Солодина и Сергея Любарского которые со мной почему-то борются они хорошие хорошие эксперты замечательные люди ну все мы ошибаемся все я ошибаюсь иногда и ничего страшного в этом нету так Татьяна Глушкова я написала коммент что всё помню про солидарность Валенцию и сравнивать националиста Навального с Валенцией с Валенцией создавшего партию и победившего это нонсенс ну да вы правы Марк Хентов ваше отношение к Надежну который претендовал на роль президента очень противоречивое мнение ну он пытался я косвенными так сказать путями выяснил это была идея самого Надеждина и Сергея Кириенко ну почему-то эта идея не пошла идея поддержать Путина ну нехорошо поступил Надеждин я его осуждаю вот так скажем так стоит большая очередь возложить цветы на могилу Навального это не только сторонники Навального это те кто протестует против власти тюремной системы и против войны да Татьяна Глушко вы абсолютно правы для многих это не поддержка Навального это выражение протеста да это правда вы как-то положительно отзывались о Ватславе и Гавеле а как вы относитесь к Ватславу Клаусу националист либерал почему для РФ такой тип политики плох а Влад с кров в Европе начинается очевидное движение вправо и социалисты которые пока доминируют в Европе они называют всякое отклонение от этой линии там социалистической они называют это фашизм по-разному вот Орбана фашистом назвали зачем за что-то Трампа фашистом называют ну понимаете как социалисты ну вот они такие им не нравится когда приходят к власти правые которые которые не социалисты не социал-демократы сейчас кстати говоря почему-то многие журналисты начали называть демократическую партию социал-демократ такое поветрие широкое националист либерал либертарианец почему такой тип политики плох потому что нынешняя власть поддерживает социалистов социал-демократов американских левых Байдена Путина открыто говорит об этом так гуляя Вася жители оккупированных территорий объясняют бандитизм беспредел на своих территориях тем что какие-то бандиты приехали и чинят беспредел но власть в РФ наведет порядок ну очень милые надежды у нас с вами есть пример Крыма куда приехали чекисты ну совершенно там чеченцы кадыровцы совершенно нагло начали отнимать собственность просто бандитизмом занимаются массандровские вины все вывезли мои любимые так вот опять лучший аналитик так почему так это кто у нас опять из России почему практически все оппозиционеры которые уехали из России безбедно живут в других странах народы России как и всегда выживают от зарплаты до зарплаты ничего не меняется кто безбедно живет я безбедно живу это не так к сожалению а многие кто бежал из России вынуждены подрабатывать тогда мытье посуду видно слышно синий галстук ох как много вопросов друзья не волнуйтесь осталось 10 минут все вопросы просто завтра сяду и отвечу синий галстук да может быть синий мне казалось тот черный когда я его одевал так согласны ли вы с тем что Армения переходит сферу влияния Турции ну слава богу потому что сфера влияния КГБ то что было раньше ну это катастрофа для Армении вот это нищая Армения которая продолжала существовать вот в этом состоянии убожество это ненормально я тут довольно часто встречаюсь с активистами армянскими они почему-то считают что ну это традиционное положение Армении это нормально близость к России ну может быть они поменяют свою точку зрения я вас обожаю рады видеть вас и слушать Леру Новодворска обожаю храни вас господь спасибо нрп р р и так так Натанович здравствуйте я звонил вам из Германии это 48 нет это наверное Англия Великобритания и нет прозвона я выключаю телефон я его только в прямой эфир бедная несчастная Беларусь двадцатый год протесты люди профукали с цветами в руках была уникальная возможность на перемены Юрий рядом с Россией уникальной возможности не было значит если бы Лукашенко не справился помог бы Путин не прошел звонок это не я отбил его почему-то он не прошел так попробуйте на ватсап написать так к вам звонят в эфир по вызову почему-то не идет а вы не отвечаете на звонки я отвечаю какую роль играл Жириновский в системе Кремля Жириновская создала КГБ понимаете самое опасное что Кремль советский Кремль считал самым опасным это либерально-демократическое движение и ровно в это место нагадил Жириновский назвал свою партию либерально-демократическое ну КГБ фактически он выполнял роль такой страшилки он был нацистом таким грубым откровенным потом со временем стал вальяжным таким 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 так у нас еще несколько минут давайте наконец-то боровой в онлайн а не в оффлайн так жители Донбасса объясняют бандитизм тем что власти РФ не успели навести порядок им невдомек что этих бандитов сами чекисты и наняли для беспредела да я даже делал Руслан Русланов я даже делал такой эфир с одним из бандитов уголовник которого насрочно освободили в Новосибирске там за убийство и направили там диверсионно-террористическая группа направили в Украину совершенно автономно с целью ведения диверсионно-террористической деятельности и все зарабатывай деньги делай что хочешь убивай там главное вот создавать нестабильность страх у местного населения вот и он почему-то захотел поговорить со мной Иван Иванов почему-то убирает свои посты не знаю почему чекисты допустили смерть Навального если он был им нужен ну Вадим сорока летов все мы смертны проблема в том что мы неожиданно смертны непредсказуемы для нас ну у меня много знакомых погибших от инсульта инфаркта вот просто человек идет делает шаг думает что он жив а он уже мертв ну вот так природа устроена сможет ли Украина при Трампе вернуть Крым Ярик Волков не уверен Ярик понимаете рассчитывать на то что Трамп республиканцы начнут за Украину решать ее вопросы я бы не стал посылать войска в Украину американские войска с этим не согласится ни один гражданин ну большинство граждан Соединенных Штатов не согласятся значит Трамп этого делать не будет так если войну остановить то на выборах в Украине победит украинская мечта и все будет как Грузии да райдер тот я об этом много раз говорил что мирное соглашение с Путиным это к сожалению конец власти Зеленского народ Украины очень недовольным именно потому что при нем началась эта война тут Зеленский не виноват вот но отрицательное отношение к нему раздражение 11 сентября 2001 года замешана спецслужба заявление это сделал Трамп почитайте мою книгу я написал здесь книгу Россия против США я давайте я размещу ссылку она есть на русском языке она есть на английском о том как я по просьбе посла когда получил информацию о подготовке этого теракта я ее привез директору ФБР их смутило не ну их смутило во-первых то что это звучало фантастически там на гражданских самолетах торпедируют террорист терпедировать будут небоскребы в США это раз во-вторых я сказал что в этом участвуют российские спецслужбы путин причастны к этому а это им очень не понравилось ФБР наш Путин друг соединенных штатов борется соединенными штатами это неправда константин неправда все друзья значит остальные вопросы вот я сейчас прямо при вас их скопирую ух ты как много вопросов тут уже началось разбирательство с троллями друзья не трогайте троллей они мои они мне интересны они мне приносят очень много информации о том какие там в Кремле сегодня установки это очень ценная информация сам ты не трогайте они мои не кормите моих троллей вот я их даже не уничтожаю мир не поправишь утопичная позиция маг черняк не знаю я я стараюсь наше дело копать а результат ну нам важен но это все-таки вторично хорошо друзья поддерживайте пожалуйста канал тем более сейчас когда заблокирован фейсбук поддерживайте все мои каналы список каналов в описании видео я поместил может быть в этот раз надолго заблокировали потому что заблокировали как-то очень необычно там у вас неправильный пароль я пытаюсь поменять пароль и не получается причем на на двух аккаунтах вот их очень раздражает кроли неодноклеточные это тоже вот ошибка Витя Шендерович как-то говорила они идиоты в Кремле они не идиоты пару жалоб в Пентагон они проводят очень изысканную пропагандистскую кампанию некоторые установки они выглядят примитивно а по сути они очень сложные так все друзья до следующего вторника поддерживайте канал организационные это ссылки лайки финансово последнее время почему-то никто не поддерживает но я не убираю с голоду фейсбук работает вы видите домой фейсбук и он не уничтожен но я не могу туда зайти и разместить там ничего Кэт Бейден все друзья до следующего вторника спасибо что вы были со мной с